Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Важное решение и важно в нем еще и то, что на федеральном уровне услышали обращение бизнес-сообщества относительно того, что меры поддержки надо распространять не только на субъекты малого и среднего предпринимательства, но и на весь бизнес в целом. По данным Минэкономоразвития, сейчас по всей стране выдано кредитов на выплату зарплат порядка 4 миллиардов рублей. От аренды мэрия Кирова освободит только 70 организаций. Это бизнес и списка пострадавших. Сферы предприятия смогут не оплачивать аренду с 4 апреля до конца срока ограничительных мероприятий. Остальные могут только попросить об отсрочке. Ссылаются чиновники на федеральное законодательство, которое разрешает не взимать плату, если арендатор не мог пользоваться помещением. Арендаторы земли освобождения от аренды не получат. Окончательное решение по таким мерам поддержки на следующей неделе примет Городская дума. Программа «Эхономика». На кировских заправках снова снижаются цены. Второй раз за месяц это делает компания «Чапецкнефтепродукт». С 24 апреля снижены цены на бензин марки «Ультра-92» на 1 рубль до 41,90 за литр. 95-й бензин стал дешевле на 60 копеек. Литр стоит 44,90. Сжиженный газ дешевле на 1 рубль – 19 рублей за литр. Снижение цены вновь производится в связи со снижением биржевых цен на топливо. Далее информация от наших партнеров. Больше трети жалоб кировчан в Роспотребнадзор на нарушение прав потребителей касается покупки смартфонов, одежды, технически сложных изделий. Их за прошлый год поступило более тысячи. И директор Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров, чтобы разрешить проблемы с продавцами с наименьшими затратами нервов и времени, рекомендует подготовить письменную претензию. Если вы придете с телефоном, они у вас его заберут, куда-то отправят. Вам скажут, что все нормально у вас. Не надо сразу все им отдавать, лучше напишите претензию. И на консультацию обратитесь к нам, например, в Кировский региональный экспертно-оценочный центр. Мы осмотрим, если там действительно есть недостаток, тогда есть смысл вам бежать в магазин, в суд или еще куда-нибудь. Консультация недорогая. Ваши расходы по консультации, по экспертизе, они вам вернутся потом либо через суд, либо добровольно с магазина. Мы объясняем. Человек уходит с пониманием того, есть смысл дальше идти в судебный разбирательство или нет. Кировский региональный экспертно-оценочный центр предлагает большую перечень услуг по независимой экспертизе товаров, начиная от одежды и обуви, заканчивая телевизорами и автомобилями. Компания имеет большой опыт работы и штат специалистов, а также работает с опытными юристами, которые могут помочь в суде. Кировский региональный экспертно-оценочный центр «Орловская-52», телефоны 64-50-04 и 444-861. В завершении выпуска о валютах доллар на сегодня 75.13, курс евро 81 рубль 15 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ gesagt, «Ольга Б��ince» «Орловская-53-ston история девочка-54-5-4-1-2-4- possono помочь в следующем году. Киров谁 kamik gensисго в Sindu в במ� farmers и ноут expressions «Ехономика»